И сюда будут говориться о том, как Елена, царица, мать Константина Великого, предприняла археологические раскопки, нашли крест, не один, а три, и стали определять, какой принадлежит Христу, возлагали на проносимого недалеке покойника и от одного приложения креста в стаду. Ничего из этого проверить мы не можем. Но самое-то главное, что событие, празднование, установлено не в то время даже. Это разное событие, нашли. Народ хотел исцелиться, это так понятно. Патриарх Макаев поднимал крест, воздвиг его, это называется воздвижение. А этот день празднование у Сарона в честь окончания строительства храма вообще никакого отношения не имеет. Так что праздник не только надуманный, а не в соответствии даже исторической действительности, а спустя 300 лет. Поэтому его искусственно приложили к двунадесятым праздникам, но он ни в жизни Христа, ни в Божьей Матери ни к чему не имеет, а в деятельности человека. А церковь двунадесятым праздниками никогда это не называла. Любой праздник возник, вознесение, вознес-то Христов, встретение, Христа встретили, благовещение, Божьей Матери ангелы бил. И вдруг празднование в честь окончания строительства храма. Искусственно его назвали воздвижением. Но принято, мы православные, и мы его отмечаем. У нас случилось так в этом году, что погода нас сдвинула, не убрана, и на поле. И мы сегодня думаем после богослужения работать. Пусть никого это не смущает. Потому что как раз сегодня суббота, и о субботе Господь сказал. Не человек для субботы, а суббота для человека. Как раз на субботу все и получилось. У нас посторонние люди, посторонние, в смысле, нежнешние, приехали, в другом моменте не будет, все уходит уже ниже нуля температура, уходит под снег. Я поясняю, а чем этот день отмечен у людей? Постный. Неудачно, ладно, что в пятницу. Потеря невеликая. А если же воскресенье, субботу, да постный. И вот я о беде как раз хочу немного посмотреть Священное Писание. Потому что Бог так сделал, что все вокруг нас говорящее. Нам кажется, что все молчит, а на самом деле все говорит. Мы просто не слышим. Говорит земля, говорит небо, как одушевленные предметы. Исайя, говорит, слушайте небеса и внимает земля. Потому что Господь говорит, да слушай, и небеса проповедуют проповедники. И о делах руки увещает. Вещается все время о делах Божьих. Говорит, проповедует, провещевает земля. Ну что-то мы проходим мимо. Нам никогда не быть на царском престоле, написанном, голос царя, как рёг льва. Ну мы не царя. Но есть мы все и им. У всех есть потребность. И о том, что об еде говорит нам Священное Писание. Послание Кримином 14.1.2. Немощную вере принимайте без спора по мнению. Ибо его уверен, что можно есть всё, а немощный ест овощи. Когда говорят, что спорить не надо, и относят ко всему. Не надо из контекста вырывать слова. Речь идёт о пище не спорит. А споры были большие о Божестве Христа, это Первый Вселенский Собор. О исхождении Духа Святого и Божестве Духа Святого, Второй Вселенский Собор. Сколько воли у Христа. Как раз об этом споры были. И споры заканчивались ссылкой несогласных. Здесь говорится о том, кто что считает мужем есть. Они считают, что мужем есть только растительное, как до потопа, когда человек не согрешил. А после потопа люди стали скушать уже мясное. Павел говорит, не спорте, он немощный. Немощный это те, которые не едят. В данном случае православное. А сектанты, баптисты едят всё. Это считается сильной верой. Сильной верой. Тут не надо тоже путать, они в утробе. А так можем всё подряд съесть и ничего не соблюдать ни одного поста. О постах речи нет. А о том, что пища, которую дал Бог, она вся от Него освящена и приятна. И освящается Словом Божьим в молитве. Слово Божье не разрешало. Когда-то есть одно копыто у лошади. Неразвоённое копыто, нет жвачки. Значит нельзя. Оно не освящается. Теперь Словом Божьим освящается. Всякое творение Божье хорошо. Ничто не предосудительно. У нас пища должна заговорить. И когда мы садимся за стол, у нас всё будет говорящим. Может быть помидоры поют о солнце, потому что они красные. Надо научиться слушать. А огурец может быть говорить о милости Божьей, долготерпении, зелёное. Всё что-то имеет в себе. Мы этого не знаем. Но надо заложить и духовный смысл. В первом постании Коринфянам 3.1 И я не мог говорить с вами, братья мои, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. У младенцев одна пища, а у взрослых другая. И надо знать, чем кормить тех и других. Второй стих. Я питал вас молоком, а не твёрдой пищей. Ибо вы были ещё не сошь. Да и теперь не сила. Вот они читали и думали, а если это послание попадёт кому-то, а мы показывали себя такими крепкими, а ну как галаты прочтут, мы всё ещё не сила. Ведь они это думали, думаю, прочитав о себе такое нелестное от Павла выражение, отзыв, тоже задумались. Вот что бы о нас Павел сказал? Мы младенцы или серьёзные уже крепкие христиане? Чем мы питаемся, какая пища, о чём рассуждаем? А это всё от пищи речь идёт. Слово-то сказать, говорят, ну а как же просим, и хлеб наш на сущный? Люди, которые думают, что они очень высокие умом, это у Лескова описано, то он переводил не на сущный, а на сущный. Сущный это тот, который даётся для человека, а на сущный это причастие. Вообще смысл-то есть. Но, говорит, на каждый день, а первые христиане каждый день не защищались. Видите, одна буква и меняет весь смысл. Сущие это вот ежедневно встречаются в едином, а над собой сущностью этих вещей надо увидеть великий духовный смысл. Первая корица 8, 7-13. Но не у всех такое знание. Некоторые и даны, с совестью признающие идолов, едят идоложертвенно. Как жертвы идольские. И совестью, будучи немощно, оскверняются. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Я разговаривал с сектантами. Вы это место считаете? Конечно. Ну а как? Не буду есть мясо, если соблазняют. Вот я православный. Я не один. Нас миллионы. И нас соблазняют, что в пятницу вы, баптисты, едите мясное. Вы не будете есть мясное? А почему я не буду? Ну соблазняет меня. Павел с вами вместе находится. Ну и вы говорите, Павел как баптист. Павел бы есть не стал. Он бы посмотрел, что меня соблазняет это. Павел бы сказал, знаешь, пасты это не сегодня установлены. Но ты православный. Я думаю, он так бы сказал. Потому что совесть надо беречь свою. И я не встретил ни одного сектанта, который ради другого соблазняющегося не будет есть. Я ел мясо когда-то. Но вот я стал встречаться с сектантами. И ко мне на дом пришли люди, адрентисты седьмого дня, а они не едят свинину. По легкому завету. Так, у них принято. Я подумал, а в этом что-то есть. Во-первых, мясо, говорят, свиное не совсем полезное. И я решил, не только свиное, а никакого не есть. Меня сектанты подвезли на это. И вино. Я знаю вкус вина и пил. А Павел говорит, я не буду пить вина. Я решил. Так написано. И на стеграле от него отказался. Отказался. Ни грамма. Нигде. Ничего алкогольного. Просто. Во-первых, дешевле. А во-вторых, и полезное здоровье. А в-третьих, я никому не подам соблазу. Стоит подумать. И вы для себя это тоже возьмите. Я говорю, а пище. Дайте разумение не сущие, только оно сущие. Повыше я сглазу. Первое кориевство 9.22. Для немощных был как немощный. Чтобы приобрести немощность, для всех я делался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. А там кому какая пища. Ему адвентистам были, когда я у них в большом собрании выступал, они очень приветливые, и говорят, а что вы в заварку пьете? У них чай купленный, не пьют. Я тоже решил, никогда больше не пьют. У меня больше заварим, а чая не было. А свои, по-моему, многородскую траху, бадан разный, копий и какао. Я в адвентистов это взял. Я этого не скрываю. То есть Антоний говорит, я был как пчела, собирал с каждого цветка, где находил полезный нехтар. Да, конечно, нехтар. Ну, полезный, полезный это для нас. Я для всех, говорю, сделал совсем. А я их спрашиваю, скажите, а вот вы, если я отказался, я при них это сказал, а вы у нас, у православных будете, и у нас пост. Вы будете, если не будем? Не будем. На вашей, наверное, не будем. Видите, значит, я их уже немножко подвел с православным уразумением. Церковь установила это. А установил, об этом что-то есть. Второе Иоанна 1.10. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Вот такое учение должно быть. Для всех сделался всем. А ты бы мог от прийти к баптистам и не креститься. Мы заходим и крестимся всегда. А мог бы, чтобы не креститься. Я многократно был. У меня принадлежит беседа, и они хочу, чтобы знали, кто я. Я не крещусь, я с ними беседую. А я баптистам спрашиваю, а ты мог бы это? Одного нашел такого пресвитера, и то на смертном адрес. Я, говорит, сделал большую ошибку. Когда патриарх Илья Грузинский договорился с ним, моего Георгия звать баптистского, пресвитера, и Бога, и он ему разрешил проповедовать в храме, в Хионе, в Двилиси. И он приходил, баптистский пресвитер, и проповедовал во Христе. Правильно, он не против, он не говорил. А патриарший ходил у них, у баптистов проповедовал. А тут одна бабушка подошла к нему и говорит, а почему ты не в подряднике? Ну а какая разница? А почему ты, когда заходишь и не крестишься? Он что-то ей ответил. Она говорит, ты антихрист. Так я же правильно говорю, но антихрист тоже правильно может говорить. И он говорит, я сколько потерял, я по слезам и плакал, потому что я сделал, я разрушил все, с таким трудом установили, сам патриарх благословил, я сейчас три подрядника уже имею, а встать в постели не могу. Я лежу на постели и крещусь, и я его навестил уже три смерти. Сказали Божью Матерью, я бы икону поцеловал, я уже признаю, я уже сейчас дошел, но не в один день это. И поэтому в суждениях, касающихся спасения ближнего, надо быть повнимательнее. Кое в чем, если это не главное, но почему? Щелма, что она мне? Сказали, у мусульман может проповедовать на день щелму. Пожалуйста. Щелма мне голову не оторвет. 3 Иоанна 1.8.10 Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделать их поспешниками истиней. Я стал в церкви, но любящий первенствовать у них, где отряд, не принимают нас. Почему, если я приду, то напомню о делах, которые я делаю, понося нас злыми словами и недовольствием с тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и сгоняет из церкви. Неприятный человек, диатрец. А может, диатрец Гепатаяш? Если я с этой стороны посмотрю, кто-то со мной не согласен, а я его и сгоняю, в храм не принимайте, его выгоните, а он учение-то какое приносит? Ведь у нас как? Не так, понимаете? Не так, как обычно. Все, не запускайте в храм этого человека всячески изолировать. А Иоанн Глатаус не так понимал. Как Иоанн Глатаус пропустил то, что надо как-то шире говорить? А арияне до этого, до двух лет, сделали крестный ход и с песнопениями, и на родном языке нашелся поэт, написал стихи, и стали петь. Иоанн Глатаус мог бы что-то придумать. Он говорит, немедленно ищите, кто у нас стихи пишет, поэты, немедленно музыканты, скорее составляйте православные. Славлю тебя, Великая Троица, ничего без Троицы не делается. С Троицы встаем и ложимся, чтобы Троица счаще была. И на завтра крестный ход, говорят, они как ходят? По солнцу, против солнца давайте, лишь бы против тыка была. И столкнулись два крестных хода, и началась свалка. Но однако православные, вы свидетели что ли, что вера правильная, и многие оттуда отошли. Надо пользоваться любым моментом. Потому что на первый взгляд, кажется, так и не делается. Но ты прояви активность. Ради Христа. Пророк Иезекииль 34,16 говорит, «Потерявшиеся я отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшие войны истреблю. Буду пасти их по правде». Пасти? Эта вещь идет хорошую, пищу будет давать. Бог будет пасти. Он разберется с разжиревшими, которые вот так поступают, гонят и даст свою пищу. А пища – это священное писание. Слово Божие. Поспроси. Сами своих ближних, скажите, вот у вас свободное время, воскресенье, когда вы с ребятишками, с друзьями собирались, чтобы посередине лежала Библия? Я знаю, у вас хорошая трапеза, у бабы, у батюшки бывает. А вот так, что у батюшка собирает, сегодня у меня, будем Слово Божие исследовать. Будем читать, посередине лежит Библия, у каждого своя, вот пища-то, над этой сущей поднятия. «Изекииля 34,4» «Слабых не укрепляли в священнице, и больных, больной отцы не вращевали, поранены не перевязывали, и угнаны не возвращали, и похерены не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». С насилием и жестокостью – то есть заморренный остров. Какую бы литературу ни считал, везде все удивляются, почему такая беда пришла на Россию. Как жили? А ты теперь сам разсуди. В чем обвиняли царя? Царю тоже было о чем задуматься. А были люди, которые обвиняли священников? Были. Уже шпендисты были. Так они назывались. Мамаками были. И когда на синод их приглашали, беседовали, узнавали, почему вы не ходите в правоославную церковь, нет. Только один закон был. Немедленно выявлять, ссылать. Немедленно выявлять, царю сажать. Больше ничего не было. Репрессивный аппарат у царя работал очень хорошо. И наконец пришлось самому пойти по этапу. Да и не выйти никогда отсюда. Если с девочками быть расстрелянным. Я не думаю, что царя арестовали, из-за него там уж так спектанты убивали, спросили, поднимали руки к Богу. А все ждали чего-то лучшего. Исайя 35,4. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет, отмещение, воздаяние Божие, Он придет и спасет вас. От чего спасет? Ну, в первую очередь, от тьмы заблуждений. Я по-своему понимаю, что революция была нужна для того, чтобы разгромить церковь. Все эти ложные надстройки смести. А они их еще крепче построят потом. Убрать все, чтобы Слово Божие зазвучало. Мне приходилось разговаривать со священниками, которые большие сроки отбывали. И о чем ты мечтал, когда вернешься? Как я войду в Алтарь? Он только об этом думал. Я говорю, и как было, когда первый раз вызвали? Ну, Сталин дал указание, в 43-м, те, которые согласны прославлять советскую власть, освободили. Но они не так вопрос ставили, а говорили всем, что гонения у нас нет. И нас, говорит, вызывает в дальних ссылок. И в Красноярске, в других лагерях сбивает вместе. Кто священник, кто епископ. На расстрел. Все знали, на расстрел. Оказалось на освобождение. Я вошел, когда в Алтарь, в Барнауле было, отец Роман. Я, говорит, ухватился за престол, упал и не могу встать. Надо службу вести. Я, говорит, плачу и плачу. Его оттуда выспалили, под условием, чтобы никому о Христе не говорил. Уже не нужна такая свобода. Служить служи. Власти советские не боялись. Пожалуйста, служи, хоть и день, и ночь служи. Тут надо, какие мозги иметь, чтобы понять, что враг этого не боится. Но проповеди, чтобы ни одно и было. А если написал проповедь, каждую проповедь по-мамощному сначала отнеси. Коммунист, безбожник, сатанист проверит. Ничего там нет такого, от чего душа обратится. Ну, тогда говори. И такие проповеди мог говорить день и ночь. Он боялся, сатана, того, чтобы люди не узнали о Христе. Он больше всего этого боится. Поэтому, когда думаем людей корыть, нужно пищу дать священное писание, рассказать о Христе. Исайя 40, 11. Как пастырь, он будет спасти стадо свое, ажеса будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных, дойных, а те, которые кормят других. Дойными называются все проповедники, кормящие две груди, это два завета, ветхи и новой. И их охраняет Господь. И Господь дает обещание. Я сам буду их пасти. Исайя 42, 3. Трости надломлены, не переломят, и знак курящегося не угасит, будет производить суд поистине. А суд поистине, значит, посвященному писанию. А поистине, это означает, первое распределение будет, у кого много, у кого мало. Оказывается, у священников были огромные библиотеки, а у народа ничего не было. Целые области не имели Евангелия ни одного. Я еще ни разу не встретил из старых людей, у кого было бы Евангелие. Ни одного за всю жизнь. Вот здесь села кержатские, старообрядческие. Ни у кого нет часовенники, разные такие молитвенные, канонники. Иер 4, 3. Вот ты наставлял многих и опустившиеся руки поддерживал. Чем пищи? Человека голодающего можно поставить на ноги только кормлением. Не просто сказать, что побить дакиму. Говорят, лазарь, просил или не просил пищу? Не написано. Написано, желал напитать себя крошками, падающими за стола. А если желал, определенно, то и просил. Тут и догадываться не надо. Такого нищего нет ни одного, у которого есть язык, у которого не просил бы. Иисус Лен Давидов, помилуй меня. Мы знаем, как нищие умеют кричать. Всю толку перекричат. Но действительно, если эта пища только насытит человека, духовная, не дается рано или поздно истощиться. И Господь сказал, но в воду, которую я дам, сделается источником текущим жизнь вечным. Каждый день в магазине не надо будет ходить, а в кого-то каждый день ходить надо. Так и духовная пища. Ну, слышал о пище, пошел ли хлеб покупать, и сразу думает. Тело просит, а душа? Ну, не трудно до этого дойти-то. Все очень просто. Вот дети, не дай один день есть. Утром встали, они уже около стола крутятся. А ты не дай им, а сегодня мы есть не будем, мы не считали Евангелие. Ты посмотри, как они начнут искать Евангелие. Они сразу сообразят, они побегут за Евангелие, они Библию притащат. Поставьте за правило. Все эти не считали, за стол ни один не сядет. Они до того понятливые, сразу разберутся, шрево заставят. Евангелие от Иоанна 12-13-20. Истинно, истинно говорю вам, принимающие того, кого я пошлю, меня принимают. А принимающие меня, принимают пославшего меня. С чем принимают? Что принимают, да, а с чем? А может и принимать не надо? Я принес вам Евангелие. Я вам в прошлый раз говорил, еще не все заходят. Хотя уже до того, что вот начинает царить. Едите в город, зайдите ко мне, я вам дам Евангелие. И с кем вы встречаетесь, дарайте Евангелие. Свидетельствуйте близко пришествие Господне. Мы даем вам молоко, а вот это духовное молоко. Ну, это же небольшой переход-то. Да он и вниз, скажи, человек поймет это. Я желаю спасения от души. Вот на неделе приезжали и летят. И вот свет проверяют. Я им подарил по-новому завету. Вот как они были благодарны. Вы свет несете сюда, а вот свет духовный. Сколько здесь всего сказано. Их настроение другое будет. И они будут знать, что они приезжают где, как нежеланные люди. Их встречают иногда с вилами, с ружьем, потому что стараются отрезать, где не заплачено. А здесь все в порядке, или еще и одарили их. Евангелие от Луки 17.2. Лучше было бы ему, если бы медлежно повесили ему на шею и бросили в горе, нежели чтобы он соблазнил одного из малостей. Я отношу это к пище. Пище не надо никого соблазнять. Конечно, и духовной. Что мы смотрим? Сегодня, кажется, и нельзя, чтобы не смотреть. Хороший есть фильм. Духовный. Я вам как-то говорил, и показывали мы искупление. Как уметь, эту лепешку даже, он показывает, вот видите, подожженная, это рана от бещей. А вот видите, прожженная насквозь, это раны на руках Христа. Надо научиться на пище показывать на образ Христа. Матфея 10.40.42. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка. Кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника. Как определить правильника? Как определить пророка по слову Божию? Никак больше нельзя. На космосу Божию приходят спектанты по православному толкованию, хотя бы по обмаженному степеланству. Повторю несколько раз, и ты видишь, пища напитала тебя, да я понимаю, я не отравлюсь. Я опасаюсь большей всего пищи, это грибы. Она у нас растет, я ее встречал, бледная пазанка. Бледная, посреди ножки, маленький этаж, все. Еще ни одного случая не было в мире, кто ее съел и остался живой. Страшнее укуса гюрзы. Из такой легкости люди берут грибы. Так вот так и бывает. Одна юридическая мысль неправильная может повышать силу человека. Одна, единственная, бледная пазанка. Матфея 18.10. Смотрите, не презирайте ни одного из малых здесь, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо от самого небесного. Я на свете в пищу рассматриваю, как презирать, отвергать, ни накормить, ни дать. Вы даже дома на особой полочке имеете Евангелие. Ведь у вас в церкви, я вижу, нет. Приехали, прошелся, юбку надеть, залезьте в храм назад. Люди не одеты, не по-нашему. Нет, платок, но платок нашли. А надо, чтобы Евангелие было. Новый завет. Кто бы ни пришел, первый раз, одарите его, хотя бы Евангелие от Иоанна, чтобы они знали, здесь может быть начало, где первый раз стоит духовно на карпеле. Духовно. И кто к вам приходит, проверяет ли. Обязательно. Он уже пришел, уже у дверей стоит. Поговорил маленько, кого-то ищет. А кого ищете? Ну, оттого найдете невеликое пользование. А вот Христа бы вам найти, да подари ему Евангелие, просидеть или нет. Выходишь, просто стучит. Выходить надо, а то, может, и не надо. Или звонит по телефону. Вы сразу думаете, человек голодный, он постучался, его надо накормить. Просто на это настройте. А потом это все будет уже, как надо. Тут ребенка, как доложишь, так ему все и будет. Стыдливость, целомудрие. Вообще родители, детишки у меня побыли, и я уже вижу, где родители занимаются с детьми. Бабушки занимаются. Сразу видно, как она работает, как она платье обергивает постоянно. Это видно, что мать уже стыдливость, целомудрие вкладывает в дочь. И расскажи ей о пище духовной. Римлянам 15-7. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Принимать, накормить. Захарий 11-16. Ибо вот я поставлю на той земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо точно будет есть, и копыты их оторвет. Конечно, сказано, как еврея. Но я могу каждое слово подтвердить. Это говорится о православной церкви, и в первую очередь в России. Не заботились, не кормили, и вот теперь их накормил звер, звероядины. Такой зверский характер у людей, такой осилие, столько неправды везде. Почему? А неправильные соки. Есть древнее выражение, скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты ешь. Какие соки в нас идут. А другие говорили, как и приемтирин, что ел, такова и отрыжка. Отрыжка это то, что ты даешь. От голубя они отрыгают, кормят нос в нос и мы. Вот тем мы и накормим. Да благословит нам Господь, чтобы в этот день Господь коснулся нас, что мы строим храм в духовне, а Елена строила храм, который был разрушен. Его нет, и даже не знает, может быть и место того не найдут. Для нас самое важное, чтобы в этом храме приходящие питались духовные над сущной пищей. Аминь.